Вера Тимофеевна Верховцева Вера Тимофеевна помчалась к нему прямо с вокзала в гимназию. Священник, уже седой старик, услышав, что она дочь Надежды Федоровны и хочет у него исповедоваться, пригласил к себе домой в пять часов. В назначенное время она позвонила. Дверь открыл батюшка и, ведя ее в свой кабинет, показал на карточку матери, сказав, «Бог, ваша мать и я, мы вас слушаем». Взволнованная она выплакала и высказала всю душу свою. То было из-под всей моей жизни. Как на ладони представилась она мне, жалкая, одинокая, какая-то темная. Помню, с какой горячей искренностью обнажала я свою изболевшую и страдавшуюся душу перед темным ликом Христа, глядевшего на меня из угла. И ничего в сущности, кроме этого взора, я не видела. Когда я окончила свою исповедь и обернулась в сторону священника, сидевшего в кресле спиной к свету, то увидела его спящим, со страшным красным лицом. И вся поза его изобличала совершенно пьяного человека. Меня он не слушал. Да и ему ли я открывала свою душу? Он был свидетелем, изменившим долгу своему, клятве своей, недостойным слугой невидимого Господа. Я же исповедовалась Богу и слушал меня Бог. Если бы тогда я имела свой теперешний опыт и знания, я бы не смутилась, представши моему взору зрелищем, я бы, вероятно, с колен стала здоровой, оправданной. Но тогда я зашаталась на ногах и, не понимая, как не сошла с ума, столь неожиданного, так безгранично потрясшего меня впечатления. От резкого моего движения очнулся батюшка и заплетающимся языком велел приехать исповедоваться в пять часов утра в церковь крайне обеднее. Не знаю, как одолела мой внутренний хаос благодать Божия, но к пяти утра я уже была в церкви. Войдя в церковь, увидела своего духовника, едва державшимся на ногах. Сторожа его поддерживали. Он, видимо, был в полном изнеможении. Обедню служил другой священник, у которого я и причащалась. Вера Тимофеевна вернулась в Москву с новой мукой в сердце. «Мысля, что я сама-то не стоила лучшего священника, мне тогда в голову не приходила. К себе было снисходительно, а к нему требовательно». После этого здоровье ее пошло на убыль. Доктора послали за границу, оттуда отправили обратно, находя положение безнадежным, пишет она. «Исцелил Веру Тимофеевну отец Иоанн Кронштадский, к которому она обратилась по совету близких. Вскоре после моего возрождения и знакомства с батюшкой как-то неожиданно для меня самой воскресла в памяти фигура немощного священника. Вот бы свести его с батюшкой, пришло мне на ум, а вось и его исцелит Господь за праведные молитвы своего служителя. Может, только для этого искрестились на мгновение наши пути? Мысли эти все чаще, неотступнее меня преследовали, и я, наконец, решилась написать без всяких обиняков. «Вы свет мира и соль земли», – писала я. «А как-то светите вы! В какой соблазн вводите ваше паство, оскорбляя Бога, пренебрегая интересами вверенного вам стада? Приезжайте непременно, доверьте вашу немощную душу батюшке, отцу Иоанну, за его молитвы исцелеете». «Не могу обращаться к другим в деле, где сам себе помочь должен», – ответил он. Но я не унималась. Внутренний голос убеждал меня настаивать, и я снова написала и назначила даже день приезда, обещая, что служить он будет совместно с батюшкой, которого уже просила усердно молиться о погибающей его душе. И когда наступил день, мною назначенный для приезда, я впала в безграничное волнение. Прошло утро в ожидании тщетном, и я разочарована и ушла из дома по делам. Каков же был мой восторг, когда по возвращению узнала от Швейцара, что приезжий священник меня ждет. На крыльях радости влетела я в квартиру. Навстречу мне поднялась знакомая фигура отца Сергия, но до того зловещее, мрачное, что от страха сжалось сердце мое. Ну вот я приехал. Сам не знаю зачем. Начал он, не здороваясь и не благословляя. Ну и слава Богу, воскликнула я, сейчас поедем разыскивать отца Иоанна. Да нет, не надо, перебил он меня. Чего спешить? Может, и не стоит никого тревожить. И так обойдется дело. А все же странные вещи случились с тех пор, как получил я ваше письмо. Прежде всего, то была первая ночь за 25 лет, что я заснула и не просыпался. А то и не поверите, какая мука. Проснешься с двух часов ночи и тянет пить. А я уж как не грешен, а пьяный не служил, не оскорблял Бога хоть этим. А тут утром трезвый встал. Прямо самому себе на удивление. А затем думаю, как же ехать денег, нет даже копейки лишней. Взмолилась тут жена, говорит, достанем. Нет, говорю, в долги не полезу. А сам рад, что помеха нашлась. Да вдруг, откуда ни возьмись, пришли же не деньги после покойного митрополита Московского, 200 рублей. Он ей был родственник. Отговорки нет. Смотрю, на счастье новая помеха. Юбилей двухсотлетний город справляет. Меня архиерей, как заслуженного протеерея, назначил в сослужение. Вот, думаю, и не пустят. Опять слава Богу. А все, для очистки совести, пошел проситься. Хочу, мол, в Кронштадт ехать. Такого-то числа служить буду с отцом Иоанном. А сам внутри себя посмеиваюсь. Как же, отпустят тебя. Архиерей-то был почитателем батюшки. А тут уж и последнее чудо свершилось. Такого счастья вас лишать, сказал он. Поезжайте с Богом. Да за меня грешно, вместе с ним помолитесь. Меня обыкновенно всегда провожают. Один я ездить не могу. Непременно напьюсь. Ну и берегли от сраму-то. А тут некому было провожать. Да и дорога стала бы в два раза дороже. Вот упустили меня на волю Божию. И что ж, доехал. Хоть бы и Дину за дорогу-то выпил. Но уж дольше, пожалуй, не стерпеть. Я ведь пью много. Понизил он голос до шепота. И лицо его стало ужасным. Мне ведь и бочки мало. Я почувствовала, как дрожь меня охватила всю. Едемте скорее, Бог поможет. Я верю, 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 твердила я в каком-то иступлении. Больше всего боялась, чтобы как-нибудь он не отвертелся. Был ноябрь. На улице кололед. Ни в санях, ни на колесах не укрыться. Пронзительный холодный ветер продувал насквозь. В легкой кофточке, почти замерзая, Я о себе перестала думать, Лишь бы удалось его сдать по печенью родного батюшки. Лишь бы до него дотащить. Отец Сергий сидел и упорно молчал, Изредка вздыхая, что-то бормоча. Господи, сподобью зреть достойного слугу твоего, Удалось мне расслышать. Молилась я внутренне горячо и пламенно. По приезде на вокзал я взяла билет для отца Сергия, И, имея крайнюю необходимость вернуться домой, Страшно боялась, что труд пропадет даром. Подвела я его к стоявшему на платформе образу и сказала, Клянитесь мне высоким достоинством священника, Что вы не убежите, что дождетесь батюшку, Иначе я останусь, рискую совсем заболеть. «Даю вам страшную клятву перед лицом Бога, Что я не уйду. Я уже поборол себе желание бежать. Ступайте с миром», — сказал он твердо и покойно. Прошло целых три томительных дня. Волнение мое возрастало, мне все мерещилось, Либо он умер, либо убежал, невзирая на клятву. Наконец на третий день вечером раздался звонок. Мое сердце затрепетало, И я, опередив прислугу, бросилась к входной двери. У нее стоял весь сияющий, лучезарный отец Сергий. И с того, помолившись на образ, благословив меня, Он глубоко посмотрел мне в глаза. «Если бы я не был священник протеерей, Поклонился бы я тебе в ноги И целовал бы их за то, что ты для меня сделала». И рассказал мне, как ехал с батюшкой в купе, Как тот вспомнил, что уже о нем молился. Картина отбытия поезда, толпа бегущих сзади людей, Бросание записок с мольбой помолиться. Все это уже с самого начала поразило Своей необычайностью впечатление его. Он сразу понял и взвесил, Какую силу имеет истинный священник Господа Бога И каким он должен быть. Отец Иоанн молчал, молился и дремал. На пароходе он неожиданно взял отца Сергия за руку И повел его к носу парохода. Публика попряталась в каютах, Так как необычайной силой ветер бушевал. Палуба была пуста. Отец Сергий, ухватившись за протянутый канат И нахлобучив шапку, едва пробирался за батюшкой, Который шел впереди свободно, без шапки, С развивающимися волосами в распахнутой шубе. Ну вот, отец протеерей сказал он, останавливаясь, Бог, очистительная стихия, и я слушаю тебя. Вскоре после этого события Отец Сергий заболел гнойным плевритом. И случилось, что в это самое время Проезжал отец Иоанн ко мне в город, в имение. Я просил его усердно навестить болящего. Болезнь твоя очистительная, сказал батюшка. Ею Господь и немощь твою всю очистит. И встал отец Сергий после болезни духовно здоровым. Прожил после того еще десять лет, возрастая и укрепляясь духом. И умер горячо, оплаканный, безгранично его любившим приходом и семьей. Воспоминания об Ане Кронштадтском. Автор Верховцева Вера Тимофеевна. Храни вас Господь, мой хороший, и обнимай всех душой.